Как часто мы мечтаем о чем-то недосягаемом, и в то же время внутренне соглашаемся с тем, что это нереально. Но, как написал Булгаков, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. И такие случаи не редкость. Разве могла подумать обычная брестка девчонка, что не в своих фантазиях, а наяву она станет настоящей актрисой и будет исполнять главные роли. Вот и сейчас уже привычно готовиться в гримерке к репетиции перед спектаклем. Я всегда мечтала быть актрисой с самого детства, и когда пришло время поступать, я являюсь частой поклонницей театра, я очень много ходила в театр, и я пришла, увидела объявление, что оказывается, я даже не знала на то время, у нас есть музыкальный колледж, где есть театральное отделение, и я подумала, почему бы нет. Мне сильно уезжать из Бреста не хотелось, и это была для меня отличная такая альтернатива, чтобы остаться и получить профессию, о которой я мечтаю. Я получила такие, скажем, хорошие роли, я сыграла, я даже честно не считала, сколько ролей я сыграла, но это в год минимум, наверное, 5-6 ролей. Брестский музыкальный колледж исполнил не одну актерскую мечту, но по многим причинам набор новых учащихся был приостановлен. Однако 2021 год прервал вынужденную паузу, и в перечне специальности здесь вновь можно увидеть актерское искусство. В этом году мы возобновляем набор на специальность актерское искусство. Набор будет производиться на основе общего среднего образования, прием документов с 20 июля по 12 августа. 20 июня в 12 часов в Академическом театре драмы будет организована консультация для абитуриентов. Что касается непосредственно вступительных испытаний, то здесь абитуриенту необходимо иметь при себе сертификат централизованного тестирования по одному из предметов, либо русскому, либо белорусскому языку. Ну и, естественно, средний балл аттестата в школе. И творческая составляющая – это три этапа. Непосредственно актерское мастерство и сценическая речь. Второй – это хореография и пластика. И третий – вокал. В Беларуси в специальности актерское искусство предлагает лишь один столичный вуз, где в текущем году на дневное отделение планируется набрать всего 10 студентов. Получив диплом, многие из них пускают корни в Минске, да и не всегда остаются в профессии. О важности получения специальности актера на местах говорит и тот факт, что из 38 членов труппы Брестского академического театра драмы, 10 являются выпускниками Брестского музыкального колледжа. Хотелось бы, чтобы острее, потому что большая сцена, как уличительное стекло. Если какие-то такие камерные вещи, а такое ощущение, что немножко дублирует то, что где-то уже было найдено, и где-то тебе комфортнее. То, что в Брестском музыкальном колледже есть актерское отделение, где готовят специалистов, которые выходят с дипломом государственного образца, где написано «Актер драматического театра и кино», это заслуга людей, работавших в этом театре до меня. Это мы начинали эту работу Сергей Иванович Иванович Дашенко, заслуженный артист Республики Беларусь, мой учитель, который когда-то меня привел в театр. Вот он набирал первый курс. С тех пор прошло, как вы понимаете, больше 20 лет, и из стен Брестского музыкального колледжа вышло много актеров, 6 курсов. Наверняка где-то в глубинке нашей области, в каком-нибудь небольшом городке, сидит сейчас человек и думает, я хочу в артисты, не знаю, как это сделать. Но мы ищем талантливых людей, красивых, талантливых людей, которые в потенциале одержимы будут этой профессией. Вступительные испытания по специальности актерское искусство будут проходить на уровне общего среднего образования и продлятся с 13 по 15 августа. А значит, еще есть время все обдумать и подготовиться.